Многие хозяева настолько любят своих собак, что начинают их очеловечивать. Но ведь собака не человек, а друг человека. И психология, и поведение, и мотивация у собак совершенно особые, свои, собачьи. Давайте попробуем разобраться во всех тонкостях собачьей натуры, и для этого отправимся на занятия в один из центров служебного собаководства. Так, готовимся к работе на месте, направо, команда рядом, начинаем поворот, и добиваемся сразу посадки плотно к ноге. Не забывайте к себе собак приглались по лопаточке. То есть сначала подкрепляем словами, потом оглаживанием и лакомством. Когда даем собаке лакомство, команду повторяем. Кругом. Молодцы, все честные ребята. Налево. Наталья с Ричем, вы сами-то вперед в него не вставайте, поворачивайте четко. Вы лицом к нему сейчас оказываетесь. Повернули налево, чтобы собак у вас, да, видите, все туда смотрят, а вы туда. Ага. Кругом. Рядом. Хорошо, шаг вперед. Рядом. Правильной посадочке добиваемся. Шаг от собаки. Рядом от собаки шагнули. Добиваемся того, чтобы она стремилась к нашей ноге сесть. Принять комфортное положение рядом с хозяином. Обязательно подкрепляем все это. Чем больше мы на первых парах подкрепляем собак, хвалим их, тем лучше у них формируется навык. Потом, когда они будут у вас совсем честны и все делать хорошо, вы сможете не всегда их хвалить или хвалить только голосом. Здесь, чем чаще вы их хвалите, тем лучше. Так, хорошо. Собаку можно заинтересовать разными способами. Можно заинтересовать едой, можно привлечь внимание интонацией привлекательной, можно предложить ей игрушку, игру. Можно взаимодействовать с ней, например, побежать от нее. И все эти способы нужно использовать в разных ситуациях, но надо уметь ими владеть всеми. Постичь особенности собачьего характера может любой человек. Даже если у вас нет возможности посещать занятия на тренировочной площадке, главное, чтобы было желание понять свою собаку и найти с ней общий язык. Если вы далеки от площадки, вам физически трудно доехать, нет инструкторов поблизости, хотя бы играть с собакой и освоить основные упражнения доступно всем. Надо с ней заниматься. И несколько раз в день все-таки, даже в условиях занятости нашей сейчас, когда мы работаем с утра до вечера, хотя бы на прогулке дали собаке погулять и потом с ней немножко позанимались. Так вы укрепляете контакт с собакой. Так, останемся немножко в исходном положении рядом с собаками. Жест у нас не очень четкий. На команде сидеть. Рука выходит перпендикулярно к корпусу. Прямые углы и ладонь смотрит вверх. Значит, мы когда начинаем работать перед собакой, вводя жесты, жест старайтесь давать немножко раньше звуковой команды, чтобы собака его запечатлела лучше. Сперва можете, конечно, делать что-то похожее на этот жест. То есть взять кусочек, сидеть. Все равно потом у вас останется вот именно классический правильный жест. На команде лежать. Рука выходит перпендикулярно к корпусу, опускается вниз до бедра. Всегда все жесты оканчиваются опущенной рукой. На команде стоять. Слегка согнутая в локте рука перпендикулярно к корпусу фиксируется. Здесь вы можете и собаку погладить, используя такое жесты, дать ей лакомство. Она будет привыкать постепенно. И помните про разницу в интонации подачи команд. На команде лежать более плавная команда. Как бы укладывающая собаку спать. Лежать. Собака постепенно готовит себе подушку и ложится. На команде стоять. Резкая команда. Стоять. Собака подскакивает фактически. И сидеть нейтральная команда. Что-то среднее. Так, команда сидеть перед носиком встаем у собак. Используйте интонацию так еще, чтобы она была убедительная. То есть мы не должны себя чувствовать растерянными, беспомощными. Собака это почувствовать. Уверенно управляйте собакой. Как будто вы всегда знаете, что она все сделает. Она молодец. Главная проблема, с которой сталкиваются дрессировщики, это нехватка терпения. Не у собак, а у их хозяев. Ведь им очень хочется добиться результата как можно быстрее. А если что-то не получается, люди порой начинают раздражаться и даже злиться. А это совершенно бесполезно. Так как у владельца что-то не получается, и он хочет быстрее добиться какого-то результата, мы стараемся ему объяснить, чтобы он был более спокойный, более терпеливый. И с моментом после того, когда у него приходит такое психологическое состояние, собака начинает лучше работать. То есть в основном идет работа с хозяином. И вообще очень полезно собаку приучать входить в рабочее состояние. И для этого самому надо вести себя как на работе. То есть вы должны своим собственным состоянием передавать собаке те, ну скажем, тот стиль взаимодействия, который вам сейчас нужен. Смотрите, все моменты, когда гемма пытается отвлекаться, даже поворачивать голову в другую сторону, тут же ее Наташа корректирует, переключает на себя ее внимание. Так что собака большую часть времени двигается, смотря на владельца, а не на окружающих собак. Для нас это особенно актуально, учитывая, что все собаки со своими характерами и не против друг с другом пообщаться. Не всегда это будет выглядеть очень красиво. Иногда это будет похоже на откусывание морды. Поэтому наша задача как раз не только для красоты делать то, чтобы собака на нас смотрела, а еще и в цели, собственно, безопасности. И других собак, и других владельцев, и так далее. Главное, чтобы собака была настроена на нас. Начинаем движение спортивным шагом, прямо направляющий норд. Сначала команда, потом действие. Сразу переключаем собаку на себя, поводочки свободные. Не забывайте хвалить за взгляды, как только на вас собака смотрит. Не забывать хвалить, быть последовательным и упорным, запастись терпением. Вот что нужно хорошему хозяину. И еще нужно понять, что вещи, которые кажутся человеку естественными, собаки могут показаться странными и непонятными. Поэтому хозяева часто совершают одни и те же ошибки. Наиболее частые ошибки, когда люди занимаются сопоставительной собакой, это слишком большая надежда на слово. Мы придумали язык, придумали слово, и нам кажется, что это такая панацея, что все понимают слова. На самом деле собаки не понимают слова. Они могут в процессе взаимодействия с человеком научиться понимать отдельные слова, даже фразы, если они очень хорошо увязываются с какими-то событиями внешними, с поведением. Вот эта надежда, что я 10 раз крикну, и собака 10 раз, она должна понять, что я 10 раз от нее требую. Это, конечно, большая ошибка. И сюда же еще относится ошибка, связанная с тем, что люди часто не осознают, что то поведение собаки, которое им не нравится, они провоцируют своим собственным поведением. Мы не всегда со вниманием относимся к своему собственному поведению. Я уж не говорю о невнимательности к поведению собаки. Скакать не даем собакам. Кругом. Все вместе поворачиваем кругом, продолжаем движение в обратную сторону. Сейчас направляющий гем у нас. Спортивный шаг. Держим спортивный темп. Не бойтесь лишний раз на собак воздействовать. Иногда на первый парад на отвлекающихся собак вы очень много будете воздействовать. Не стесняетесь этого. Все правильно вы делаете. Кругом. Рядом. Рядом. Не торопитесь, поворачиваясь по моей команде. Приготовились. Тогда команда рядом. Четкий поворот. Собачки помогли, привлекли внимание, похвалили. Бегом. Рядом сначала. Не у всех слышно команду рядом. Собака не должна скакать. Это Ричика касается. Тихий шаг, медленный шаг. Рядом. Пошли еле-еле. Хвалим собак после смены. Темпа обязательно. Норт направо. Продолжаем квадратик выходить. Кругом. Ну, если говорить о качествах, которыми обладают все собаки, независимо от породы и от темперамента, то, пожалуй, это способность читать наше поведение. Они умеют по очень незаметным для нас, часто неосознаваемым поведенческим признакам, определять наше эмоциональное состояние. В каком-то смысле можно сказать, что они читают мысли. Конечно, мысли простые. Ну, например, я намереваясь куда-то идти, задумываясь об этом. И часто собака может определить, если она хорошо меня знает, она может определить, что вот это движение, как правило, если мы ходим куда-то направиться, мы направляем туда взгляд. И это движение, может быть, мимолетное, считывается с собакой. Это считывание происходит от того, что собаки очень внимательны к человеку. Ведь самым главным их качеством всегда была и остается невероятная, непостижимая любовь к людям. Пожалуй, ни одно другое животное не способно так преданно служить и так боготворить своего хозяина. Собака очень преданное животное. И человеку импонирует. То есть собака всегда встречает его, она всегда ему радуется. Вне зависимости. Голодная она, хочет ли она гулять. Она очень предана семье. Она предана детям, которые живут в этой семье. И она отдает всю ласку, всю доброту. И сразу в исходное положение возвращаемся к собаке. Похвалим и опять встанем перед ней. Собака должна пребывать в уверенности, чтобы вы всегда к ней вернетесь. Поэтому чем чаще мы подходим, чтобы похвалить, тем лучше. Не надо стараться портировать события и работать все время на расстоянии от собаки. Это очень плохой стиль. Ваша задача ей помогать максимально. Получить уверенность в том, что она будет спокойно на одном месте, все команды выполняют, знать, что хозяин всегда придет, похвалит, поправит, Если надо, в основном, конечно, похвалит. Ну, во-первых, собака – это друг. И поэтому с собакой надо дружить. И чем больше ты дружишь, тем она будет послушнее. И если будет такая ситуация, что твоя собака бежит на дорогу, и ты видишь, что очень страшно, то друг вернется, если ты с ним дружишь. Итак, дружите со своими собаками, но не забывайте, что общение с ними – это не только удовольствие, но и серьезная, кропотливая, а главное – ежедневная работа. Так что уделяйте своим собакам побольше времени и внимания. Другие рекомендации и советы по дрессировке собак в следующих выпусках нашей программы. До встречи!